Сталин был умнейшим человеком, пишешь ты, и иногда в своих книгах я им просто любуюсь. Впрочем, Иосиф Виссарионович был уголовником, и восторг этот можно сравнить с восторгом, с которым мы иногда смотрим на криминального авторитета, мол, Бога отдаёт. Что за человеком был Сталин, если в двух словах? Не, ну в двух словах тут никак. Мне кажется, что это было, в нём было что-то дьявольское. Я считаю, что дьявольская память, невероятная, просто нечеловеческая память была, нечеловеческая логика, совершенно нечеловеческая. Он оттого и просчитался, что он логикой своей, Гитлер не может вести войну на два фронта, это логика железная. Но у Гитлера другая логика работала. Дальше совершенно чёрный юмор. Ведь у Ленина никакого юмора не было. У Троцкого, насколько я знаю, не владели. А у Сталина тончайший, просто... И заощрённый. И заощрённый. И иезуитский. Иезуитский. Я собираю вот эти моменты сталинской... Иногда, допустим, идёт Большой театр, и после войны декада советско-польской дружбы. Поляки очень страшно нас любили, но... За Катынь, да? За всё. Это там мало... Вековая любовь там. И что-то там это происходит. Директор Большого театра бегает и суетится, и целый день он с шести часов здесь, чтобы всё же... Чтобы это же... Ну, расстреляют же. Вот. И всё это завершилось. Закончилось. И он сел в своём кабинете. Вдруг заходит молодой человек. Тук-тук. Вот. Оставайтесь на месте тут. Оставайтесь на месте. За вами придут. Сидит час, другой, третий. Вот. И где-то уже за полночь его по каким-то подземным переходам в Большом театре, он директор, он никогда не знал там какие-то... Открывается комната вся полностью, светом залитое, сидит в палетбюро и выпивают закусы. Можно под себя сходить. Да-да. Вот. Товарищ Сталин заходит оттуда, тот говорит, Сталин наливает ему коньяку. А тот не ел целый день, возбуждение совершенно жуткое, и пей. По-моему, Большаков это был, директор. Тот берёт и говорит, хресь. И через него, говорит, вот так вот, всё пробило, прокололо. Сталин берёт, понял, что человек не закусывал, вилку, наколол кусок колбасы, копчёного. На. Тот стоит и говорит, не знаю, или вот так взять, или взять сталинскую вилку себе. И говорит, товарищ Сталин, я что-то вроде после первой не закусываю. Ладно, иди. То есть, человек вышел и отрубился. То есть, это настолько вот эта вот кошка-мышка, вот это вот, это тут не юмор, тут что-то. Ну вот, если вот так вот, на. Ну вот как, вот так взять? Страшное дело. Правда, да? Вот такие моменты. И моя самая любимая книга из всех, что я написал, это «Контроль». Вот у меня там Сталин присутствует, сейчас у меня и есть сценарий. Я его описываю, вот как я его вижу, что вот этот летний вечер отгремел, и вором багдадский, летний день отгремел, багдадским вором закрался синий вечер на сталинскую дачу. Вот это всё идёт, там идёт пьянка, поднялся товарищ Сталин, все затихли, и даже кузнечики на лужайке прекратили. Что-то вот в нём, что-то было, было, было. Человек, который видит страна, разрушенная после Первой мировой войны, Гражданская мировая война, всё разрушено. И вот так собрать всё под себя, и обмануть всех, обвести всех. Чем были вызваны сталинские репрессии? Борьбой за власть или чем-то другим? Ну, если вот, допустим, сидит крутой какой-то авторитетный человек, и под ним очень много людей. И для того, чтобы, даже я не так объясню, вот Чингисхан готов идти к Последнему морю. Последнее к Последнему морю. Для того, чтобы идти к Последнему морю, он должен навести порядок в своём доме. Вот эти вокруг него сидят другие авторитеты, он должен их прижать, он должен сказать, что вот, ребят, когда я скажу справа, так вы не задавайте вопрос, почему. Вот вы идите туда. А если скажу влево, так вы вот идите влево. Вот Гитлер этого не делал. И в своей книге «Самоубийство» я вот привожу там его, Геббельс и Гитлер сидят, и это в дневнике Геббельса. И они любуются Сталином. Вот, говорит, гад, он же очистил, а вот нам бы это. Вот, вот. Класс. Он говорит, вот мы упустили. Вот когда. Вот это самое главное признание, что Сталин был прав. Или, допустим, тот же Бонапарт, перед тем, как ударить по всей Европе, он же должен всех поставить под свой контроль. Если он не поставит, ничего у него не получится. Расстрелянные Сталином крупнейшие военачальники Тухачевский, Блюхер, Егоров, Якир, это были светлые люди, которых пытались изображать в годы перестройки, или такие же бандиты? Это такие же бандиты, не мог человек. Ну, я опять же прошу прощения за, может быть, свой язык французский, но я считаю, что в публичном доме порядочных женщин не бывает. Вот, если ребята дошли до маршалов Советского Союза, это на их штыках коллективизация, без них не могло. Одно НКВД не могло держать... Кровь гражданской войны? Да. И на Тухачевском лежит уничтожение офицерского корпуса Красной Армии. Это в 30-м году, это была операция «Весна». Это Тухачевский, всех вот, кто шибко грамотных, он истреблял. Вот, а потом то, что, ну, допустим, Дыбенко, командующий Приволжским военным округом. Я описываю Дыбенко. Дыбенко. Кронштадтский мятеж, по-другому. Кражданский мятеж. Мало того, Дыбенко, его обвиняют в шпионаже. Он разогнал учредительное собрание. Матрос. Матрос. Да. Там железняк и Дыбенко. И вот его обвиняют в том, что он американский шпион. А он говорит, да не американский, я шпион, я американского языка не знаю. Это в протоколе допроса. То есть, у человека мозг такой, что он просто не понимает, что для того, чтобы быть американским шпионом, не надо знать американского языка. Они тебя вербуют, может, у них кто по-русски говорит. У него вот мозги, у него не хватает этого. Народный комиссар военно-морских дел. Да, да. Вот, и потом он, кем он только там не был. Коротко, ваша характеристика такой персоны, как Троцкий. Человек неоднозначный, очень неоднозначный. То, что человек талантливый. Совершить все-таки революцию. Вы считаете, что он ее совершил? Ну, не он, но в всяком случае он был главным. То без него бы, мне кажется, в момент вот этого его звездный час, я считаю, что это октябрь 1917 года. После этого он создает Красную Армию. Вот это два момента, которые нужно иметь в виду. Без этого не могло быть. И то, что народный комиссар иностранных дел, даже народным комиссаром он, по-моему, дал, был и путей сообщения, и Красной Армии создатель. А с другой стороны, он, видимо, не понимал вот этой аппаратной тактики. Он считал, что революционер – это горлопан или пламенный оратор, трибун. И он был неподражаем. Он держал толпы, он говорил, и люди слушали его. А кто должен быть генеральным секретарем? Канцелярской работой. Канцелярской работой. А вот товарищ Сталин это дело очень правильно понял. И вся номенклатура это все очень четко поняла. Кто главный? Кто в доме главный. Вот тот произносит речи, да. А вот я сижу, секретарь какого-то там, ну, допустим, Ориховского, вот, допустим, райсовета. Райсовета. И есть товарищ Сталин. И у товарища Сталина есть организация, которая называлась УЧРаспред. Учет и распределение кадров. И все. Вот это только вот УЧРаспред, а ничего, товарищ Сталин распределяет. И он меня может задвинуть директором, этого самого, какого-нибудь председателем колхоза? Или может меня отправить? Секретарем райкома. Да. Или может в Киев отправить меня? И уже, вот, меня может вот куда-то в Труханский край отправить? Или могут туда? Вот товарищ Сталин, как только взял вот этот кадровый вопрос. Я однажды читал совершенно дикую характеристику Сталина, что вот Сталин, он ни о чем не думал, а просто вот сидел и кого куда двинуть. Вот и думал вот о том. Так в том только и заключается работа руководителя, только в том. Найти умных, правильных людей и расставить. И двинуть куда надо. Двинуть, вот и все. Это только единственное. Другой работы у него нет. Краткая характеристика Берии. Берия. Берия – это упущенный шанс Советского Союза. Это упущенный шанс Советского Союза, да. Как интересно. Что вы имеете в виду? Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду вот что. Поехал Берия сразу в Германию. Только Сталин умер. Или ему помогли, а ему помогли. Вы уверены? Мы уверены. Ему помогли. Для этого есть книга Автарханова «Загадка смерти Сталина». У меня с этой книги… Читал? Мы на «Ты» с тобой перешли. Нет, не читал. «Загадка смерти Сталина» Абдурахман Автарханов. Убежал я, мозг у меня, сердце стучит. Первый визит в книжный магазин Лондон. Маленький книжный магазин, дайте мне что-нибудь почитать. Вот стоит книжка «Загадка смерти Сталина». Какая загадка, что такое, взял ее. А жили мы далеко от Лондона, меня привезли, я взял книгу. Идет автобус далеко-далеко от Лондона, и ночь наступает. И вот фонарь один мелкнет, я строчку прочитал, больше нету фонаря. Следующий мелькнет. Вот там такое написано, и там у Автарханова, вот это стиль его, я принял у Автарханова. Вот эту книжку прочитал, я решил, что только так надо писать. Отравили Сталина? Отравили Сталина, да. Берия отравил? Берия, Хрущев, Маленков и Булганин четверо. Вот там такое написано просто. Как там, что он пишет? Прежде всего, все на газете правда стоит. Номер один. Допустим, он пишет, вот товарищ Сталин провел съезд партии, 18-й съезд партии, 1900 март 1939 года. После того он съезд в партии не проводит. Да. Война начинается. До 52-го года. До 52-го года. А почему? И вот вдруг публикуется, вот говорит, читайте газету «Правда». Собирается 19-й съезд партии, и о том, что он будет, подпись Маленков. Стойте, подождите, а Сталин где? То есть, нет, это надо читать. Так вот, у Автарханова я понял, что прежде всего он ничего не доказывает. Он говорит, вот есть такой факт, такой факт, такой. А вы уж, если умные люди, вы поймете, и все. Вот. Еще что главное в его тактике, просто такой маленький момент. Он что-то цитирует, открывает скобку и тут же дает нам сноску. Это газета «Правда» такого-то. Я это принял, я понял, что так нельзя, так не делают, но я буду делать. Почему? Или мы, если это сзади все, мы тогда эти сноски не смотрим. А если они… или мы смотрим, тогда мы прерываем чтение. Читаешь, читаешь, сносочка, листаешь туда, ага, вернулся сюда, у тебя прервалось. А он в скобочках вот здесь вот дает цитату, это взята вот газета «Правда». Можно сразу проверить. Если не хочешь, это пропускаешь, просто глазом пробежал и все. Сталина отравили. Берия, упущенный шанс Советского Союза. Что это значит? Что это значит? Сразу же он сворачивает множество самых крупных строек ГУЛАГа. Сразу же готовит амнисию. Кто? Самый главный палач. И он это делает. И эти ребята сразу же, он начинает десталинизацию, Берия начинает. Сразу же он едет в Германию и говорит, а нам не нужна вот эта вот Германия. Пора объединять. Ага, пора объединять. Однако, на каких условиях? Чтобы, как Австрию объединили, там были американские, советские войска. Пишем так, что это нейтральное государство, оно не имеет права вступать в блоки никогда. И никаких иностранных. Это же чудесно. Давайте так с Германией сделаем. Тогда Германия нам не будет угрожать. Нет американских войск, нет наших. Это на этой группе советских войск Германии, это какие миллиарды угроблены, чтобы это десятилетиями там держали. И брошено там все. Все там брошено. А так бы эти деньги пошли бы в народное хозяйство, строили бы школы и дороги, и что угодно, и так далее, и так далее. То есть, Берия не такой уж дьявол, как его показывают, вы хотите сказать? То, что мы знаем о Берии, мы знаем от его врагов. Люди, которые его убили, они, конечно, они же не могли его без рог и хвоста рисовать. Дьявол.